Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день, даже 55 процентов в месяц. Открывайте позит на сутки, неделю, две или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Погодите, вас не слышно нихуя. А сейчас слышно? Это максимум... Слышно? Очень хуёво, очень хуёво слышно. Это нормально. Я просто очень хуяро говорю. А вот так, Серёж, Серёж... Бля, нихуя не слышно. Так, долбоёб, ты уже вернулся, блядь, к себе в Задрищинск? Ну нет. Всю жизнь, сука, всю жизнь, сука, себе поломал, блядь, экзамены. Долбоёб, горел тебе, блядь, с детства горел тебе, блядь, учись, нормально, учись, долбоёб, блядь. Приехал, блядь, экзамен, говорит, блядь, там 44 баллов, а 40 баллов в списке начинают включать. Меня в списке нету. Сука, пица. Пошёл ты, блядь. Ой, блядь, я тебе откажусь, откажусь от тебя, нахуй, как от сына. Ты мне ещё обещал. Короче, 50 баллов минимум, чтобы я на следующий ивент приехал. Хорошо, да, Серёжа, я работать пойду. Видал, как у тебя с нас попёрли просмотры? Чувак, так, как бы, когда-то я вас вытащил со дна, теперь вы меня. Я никогда не забуду свою родную площадку, труба. От души, брат. Бличка свистит. Слушай, помни, что в армии нет ничего плохого. Так я откажу, братиш. Нормально всё. Не откажусь. Только главное... Потные писюны. Всё, как ты любишь, что-то потные писюны. Слушай, чё там? Да. Чистить сортир туалеткой, потом ей зубы. Чистить сортир туалет, блядь. Чистить зубной щёткой. Ну, короче, в армии не так уж и плохо, на самом деле. Вот. Первые две недели, правда, жёстко будет. Ну, а так нормально. Главное, с геями не попасться. А, в принципе, в целом нормально. Там все свои. А, все свои? Тогда хорошо. Нормально. И тут, и там ебут. Хорошо. Служба быстро идёт, ведь там каждый долбоёк. Нормально. Весело будет. Хорошо. Это тебе станет уроком, что надо было учиться, а не организовывать батлы в своём Урюпинске. Я не знаю, что это батлы. Ты чё на батлы не поднял бабла на военник? Кстати, в натуре. У вас столько спонсоров было. Ты военник не поднял. Что-то вообще проебался. И ты плавно не можешь учиться в Питере позволить? Я, блядь, в минус ушёл. Какие заработки. Минус ушёл. Ты стримы ведёшь сейчас на прямом эфире, насобирай на военник. У тебя вон 25 человек, ну что? 25 человек на сто. Соломоля, люди. А вам, Витя, вам кто-нибудь... Каждый, да? Каждый по три косаря скинет, вот тебе уже военник. А ты в Ростове? Ты с Джимми Мом, что ли? Или нет? Джимми М. Ну, похоже, это не Джимми. Слышишь? А, нет. А, нет. Вам кто-нибудь задонатил вообще, или вы так просто? Конечно, задонатил. В смысле, чёлка вообще топ. Ой, Джимми М. Я тебя не ответил. Серьезно ты? Схуя. Сжими М. Как это работает, блядь? Серёга, первым тебя ответил. Оксимирон. Это Оксимирон там, нет? Он же появится в коменте. Слушай, это Алысина Микси в углу висит. Короче, пацаны. Только что читал статью 15 рэперов, которые могут вынести Оксимирона. Так. Там есть... Я истил. Да. А Витя нет. В смысле, ничего охуели? Всё справедливо. Да, в смысле... А, это... Это 15 после пятёрки нашей? После, да, идёт? Это ещё до того, как Витя как бы стал известным. Бля, какие-то старые статьи. Просто... Чё так вам найти? Журналы долго идут, ваш Архангельск. Короче, дело в том, что... Так это я эту статью писал. Да? Ещё до этого, до увольнения. Короче, во что вы играете? Провёл этот расследование. Дипэксенс точно будет баттлить на финале РБЛ. И я пытался придумать с кем. И пришёл к выводу, что все топовые баттлеры, ну, не появятся, скорее всего, на финале. Поэтому... Всё. Это будет, Эрнесто, заткнитесь, я почему-то думал. Да не будет. Ну, я-то так опустил Эрнесто, блядь. Нет, Эрнесто... Все топовые баттлеры не появятся на финале, поэтому это будет какое-то дно последнее. Ну, Эрнесто, заткнитесь. Не-не, Эрнесто тоже есть в списке того, кто мог бы вынести Оксимирона на том свой. Серьёзно? Да. Ну, там, блядь, даже есть Микки Маус, понимаешь? Микки Маус есть? Микки Маус. А Спейс Дилер есть? А Дональд Дак? Пиздец. А что, нахуй, ты Мурзилку, что ли, читал? Это Гаечка из Чипра Дэлла. Ты что за хуйню читаешь, братан? У тебя весело тут, на самом деле? Веселее, чем у нас. Веселый вечер, я играю. О, Андрюха Рэйвон. О, Рэйвон присоединяю. О, Хуярка. Рэйвон! Еее. Ты давай... А Рэйвон? Рэйвон есть в списке МС, которые могли бы вынести Оксимирона? Я помню, Рэйвон, короче, пришёл на слуху, и его никто не узнал. Конечно, он Оксим мог выносить ещё в 89-м, так что нормально. Да, Джимми, я служил, кстати, на самом деле, поэтому я не просто... Нет. Ну, Рэйвон, ты не расстрелись, ты бы был в статье, типа, 15 МС, которые вынесли бы Оксимирон в 2004-м. Скорее всего. До начала этого. Я, короче, только-только что буквально ваш стрим пересматривал. Ну, точнее говоря, смотрел с того момента, где меня ещё не было. Я просто, ну, вы не хуесосили ли вы меня? Ну, нет, шутка. На самом деле... Главное, пост не опоздаешься. Ты на пост не опоздаешься? Ну, там, блядь, сколько хуэллеров... Блядь, ты на пост... Ты сам себя отхуесосил, ты, блядь, экзамены провалил. Не, на самом деле, это был хитрый план, чтобы вернуться в Архангельск и продолжить свою деятельность, так сказать. Пиздец, утешай себя. Найдёшь работу за двадцатку сейчас, и всё, пизда твоя жизнь. За двадцатку? Ты что-то как-то не ценишь инженеров в Архангельске? Двадцать пять. Я работал в Архангельске, я знаю, сколько там платят. А ты же работал не в Архангельске. Ну, хотя, я не знаю, не буду зарекаться. Может, в Архангельске? Ну, это, не зарекайся. От армии тоже лучше не зарекаться. Я хочу работать. Я хочу дальше ебанить. Там, знаешь, как выведет дорожка. О, Рэй, он что-то пишет. Смотри, вэй, блядь, пьяный, пьяный там в этой... О, Окси, Голодомора, Фао, Бабаха вынесет. Глеб, ты баттлер у тебя спрашивают? Нет. На самом деле, да, я один из лучших в своём подъезде, как минимум. Глеб вообще это... Уносит всех. Нет, патаны, посмотрите Бэтбарс Тру Баттл экран. Там вообще пиздец. Су-су-ку, блядь. Короче, ребята, Там такие шутки смешные, оху-е-е. Ведите Тру Баттл по... Ты потому что в Турции трансляции смотришь. Понял, Рэйвон? Зачем ты в рот нашу трансляцию ебёшь? Короче, наберите РБЛ... Ой, блядь, Тру Баттл наберите. И посмотрите какой-нибудь... Глеб Файв. Какой-нибудь один у него всё баттл там, наверное. Нет. Нормально. Бэтбарс, посмотри, Сеймок, там реально очень сильно. Чё за Бэтбарс-то? Баттл, что ли? Я реально вырос, ты вот не поверишь. Кто? Кто? Ты? Твой, что ли, Бэтбарс? Ты вырос? Нихуя не слышно. Да, 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 мой, мой, мой. А, хуя? Слушай, у тебя какая-то кнопочка нажата. Чё-то реально хреново слышно. Я ж ведущий... А, у меня вновь телефон заряжается, может поэтому? Чё, пизда? Вот, надо смотреть Тру Баттл просто на трансляции. Тебе за 20-30... Лайки полетели. Лайки. Сколько нужно заплатить, чтобы посмотрели Тру Баттл? Я не ведущий Тру Баттлов, потому что... Нет, я ведущий трансляции пока только. Я жил в Питере, а там чуваки из Архангельска. Так, чё? Ментор слил разговор с Чейни. Так, Биэм предъявил Сойеру за то, что он слил разговор и сказал, что это не поступок мужчины. А их ментор? А, ну понятно. На будущее. Да, спасибо. Так, короче, вы это, играйте в свои танчики дальше. Тут оказывается... Да подожди, не покидай. Дай мне ещё немножко пообщаться с Серёжей. Так этот, какой район у вас по-бэхуенный? Да все крутые. Мне нравится Девяткино. Вот реально, я до того там ни разу не был. Очень провинциально, вот как я люблю спокойно и тихо. Очень провинциально. Как я люблю. Село, село прям настоящее. Тебе надо поступать в универто в Девяткино, а не в центре. Серёж, да ты же тоже не в центре живёшь, насколько мне известно. Чё в центре? Серёжа же тоже не центровой. Я вообще в Жопиндровичах. Мне час ехать до центра, только на метро. Пиздец. Так что... Прикинь, у вас, блядь, можно вообще в соседнюю область уехать за час, а у нас, блядь, до центра. Серьёзно. А потом он говорит, блядь, надо домой возвращаться, сука, ещё и домой надо возвращаться. У-у-у, реально. Ходят слухи, что в Москве даже одноразовые дома есть на окраинах. Типа, приехал туда, потом уехал, и больше лучше не возвращайся. Потому что, реально, ехать можно от окраины в центре в час, но обратно ещё после этого возвращаться, ебал я в рот того. Не, если бы я, короче, если бы у меня было два ляма, я бы купил себе студию в Девятке. Если бы у тебя было два ляма, ты военник купи себе для начала, слышишь? Так нет, чувак, я лучше просто заработаю язву, это дешевле. А, язву заработаешь? Так язва тоже знаешь, сколько стоит. Ну, ты-то знаешь, наверное. Язву не так просто. Погоди, Серёжа, а ты язву, что ли, как-то реально сделал умышленным? А? Да. В смысле? Да, я же говорил на баттле. Ты думаешь, я помню, это было два года назад. Какой два года назад? Я тебе могу посоветовать, если тебе надо там язву сделать, я тебе могу посоветовать. Не, ну чтобы я не умер после этого. Ну, чтобы ты не умер. Нет, ты будешь бухать, чего угодно делать. Это тебе не доширак, это как бы такая безболезненная язва. Косарь баксов за язву, да. Косарь баксов за язву. Сука, косарь баксов за язву дешевишь. Ты цены на язву видел? Чувак. Смотрите. Он прибавил. Он это нормально сделал. Всей команде летает, прям целая команда улетает, прикинь там. Вы отвечаете за... Витя, зачем ты сфоткался с Джараховым? С кем? С Династом? С Джараховым, блядь. С Джараховым? Да. Ну... Охуенную шутку придумал. Короче, я реально не хотел фоткаться. С Джараховым. Ведь я выше этого. Да, я понял. А-а-а-а-а-а-а-а. До свидания. Ты, кстати, знаешь, сколько мне прилетело подписчиков после того, как я выложил это? Я не знаю, как это работает на самом деле. Так, потому что ты его отметил, дядя. И типа, они посмотрели, что ты в отмеченных и подписались. Слушай, а если я, например, отмечу... Не-не-не, если я, например, сфоткаю... В общем, выложу фотографию, где я держу член, и член отмечу как член Криштиану Роналду. Мне вообще приплывет, да? Бл... Не, забанят... Сука, блядь, звучит как спор. У него там 130 миллионов подписчиков, прикинь как? У Роналду 130 раз? 120 чем-то вроде было. С Димас-то я сфоткался вообще давно, да. А, вот как хайп-то ловят все, я понял. Сука. Так надо выложить фотку с Мироном и отметить его. Кстати, да. Почему я раньше... В этапе баттл с Микси победил 2-1. Спасибо. Пацаны, кто сливает? Фу, блядь. Что это? Сеймур, подожди, дай ему шутку расскажу. Мы, короче, год назад... Чё тебе дать? Блядь, это у вас проблема с телефоном, а не у меня с микрофоном. Слышишь, у меня айфон дорогой, блядь. Я до сих пор почку не могу купить. Мы год назад с Витей, когда он еще был твоим другом-ноунеймом, хотели сфоткаться на баттле Оксимирона-Гнойного с Замаем, короче, вырезать его и написать, угадай кто. А? Ебать, вы оригинальные просто. Так год назад вообще смешно было. Год назад это было еще не бояло. Год назад это было, блядь, по-моему. Год назад я сидел... Блядь, короче, дружок уволен из трансляции вот эта слева. Классная шутка, чувак. Очень мне понравилось. Про измерение изменения давай пошутим. Не смешно тебе сказали. Не смешно? Так это ты придумал. Понятное дело. О, Витя Бой носит 3D-очки, чтобы лучше видеть проигрыш оппонентов. Think about easy, let's go, motherfucking... Чу-чу-чу. Я не знаю. Не, ну так знаешь, иногда запутан. Короче, ребят... О, смотри, у вас только тут подписота начала... Годные шутки какие-то. Короче, господину Сеймуру надо ехать, оказывается, в Москву. У него тут через полчаса поезд, он только сейчас понял. Да ну. Вот. И, короче, так что давайте, парни, счастливо вам поиграться. Увидеться. Подписывайтесь на меня в инстаграме. Подписывайтесь на инстаграм Глеба Трубина. Это организатор Трубатла. Вот. Очень оригинально, да, получилось? Как с фамилией совпало у него. Повезло. Вот. Крутой чувак. И, короче, это... Смотрите, как он играет с этим... С Джимми Эмом. В общем, весело, охуенно. Чуваки развлекаются там. Играют на джойстиках друг друга. Ну, чё? Давайте. Давай. Респект. Счастливо. Пока-пока. Давай. Удачи тебе. Аой, Любови. Еее. Кто лучше батлит? Аой, Любови. А, всё, сейчас, смотри. Ушли звёзды и... Сейчас два человека осталось. Останется два человека, корея. Надо тебе гол забить. Да! Так, давай почитаем, что там писали вообще. Ой, тьфу, блядь. Что там писали? Блин, ну там, наверное, все вопросы задавали своему Любови. Давай послушаем, что спросят нас. Во что игра? Короче, мы тусили вот с этими молодыми людьми. Зашли в пельменную. Думали, ну, вместо фастфуда перекусим пельмешек. Я взял куриные, Сеймур взял говяжий. И пельмешки обошлись в 400 рублей тому и тому. И они были не очень вкусные. Ну, вот, держу в курсе, друзья. Инсайды с Версуса, как говорится. Так. А ой, Любови. Ну, как бы смотрите, в чём дело. Есть мини-футбол, а есть большой футбол. И они в чём-то похожи, да? Но разные виды спорта. Также Версус и РБЛ площадки с принципиально разным подходом к батилам. То есть, в РБЛ больше разбор оппонента, длинные раунды. А Версус больше заточен всё же под юмор. Так вот, в формате юмора Вови... Головка. Да. Под Версус он идеально заточен. То есть, скорее всего, серьёзно эти все схемы АО не зашли бы на Версусе. Ну, либо АО бы пришлось прогнуться. Поэтому эти вещи нельзя сравнить. Это как у тебя бы спросили, кого ты больше любишь, маму или папу? Вот я так же бы, наверное... Ну, не стал бы отвечать на этот вопрос. Ты бы стал приводить пример с МИИ футболом. Джимми, будешь ли ты на мейнах РБЛ? Буду. Будет, да. У них, значит, запланирован ответный батл с АО, так сказать. Реванш. Реванш, да. И условия ЗБ поставил. Оба должны надышаться гелием перед батлом, чтобы быть, так сказать, в равных условиях. Блин, ну я надеюсь, хоть один подписчик у меня прибавится после эфира с моим кумиром Свети Бови. Не, я просто вспоминаю ему, блядь... С кумиром Свети Бови? Не, чтобы ты понимал. Мы год назад с Витей ехали в Питер, ну, тусить. И мы даже подумать не могли, что спустя год Бови поднимется, блядь, до таких высот, что мы просто идем по Питеру, кушаем шаверму, подбегают школьники и вот так вот реагируют, чтобы я не сонял. О, да ну нахуй! Такой, смотрите, это же Витя Бови. А можно с вами сфот... Блядь, и что сделал? Ничего не сделал. Блядь, у меня комп отключился. Короче, школьники фоткаются с Витей Бови. Его обожествляют. И я очень рад за свою братишку. Блядь, что-то у меня комп сломался, походу. Капец, комп за 70 штук. Ладно, друзья, всем, короче, респект, кто смотрел. Всех обнимаю.